Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые зрители. Мы с вами находимся в Южной Италии, в регионе Апулия. И сейчас мы с вами видим тот путь, по которому идут миллионы паломников. Куда? Они идут в то местечко, где мы с вами сегодня находимся, в Сан-Живане, Ротондо. Но будем мы говорить не об этом городке, где живет 26,5 тысяч жителей. Мы будем говорить о том человеке, который прославил это место на весь мир. А зовут этого человека Падре Пио, или во миру Франческо Фарджони. Человек, который родился в 1887 году в городе Пьезельчино, на юге Италии, в регионе Кампания. В семье, где он родился, было еще четверо детей. И когда Франческо исполнилось 5 лет, он принял решение посвятить свою жизнь Богу. Мы с вами в огромном религиозном комплексе, который посвящен Падре Пио, или Франческо Фарджони в миру. Семья Франческо была крайне религиозной, при этом очень трудолюбивой и очень бедной. Мальчик работал пастухом до 10 лет. Все члены семьи ежедневно посещали церковь, ежедневно молились. И три раза в неделю они отказывались от мяса. Хотя родители Франческо и его дедушки, и его бабушки были неграмотными людьми, они рассказывали мальчику истории из Библии. Мы сейчас с вами находимся на площади перед церковью Падре Пио. В церковь мы войдем позднее, а эта площадь 8 тысяч квадратных метров. Она занимает, используется тогда, когда сама церковь не вмещает всех желающих для молитвы. Мы с вами видим внешний алтарь. Именно отсюда священник проповедует, когда молитва идет на этой площади. Пока мы с вами двигаемся к самой церкви, я продолжу рассказ о Франческо Фарджоне. С детства Франческо был очень больным ребенком и страдал целым рядом болезней. Видимо, он испытывал настолько сильные боли в эти моменты, что обрел дар видения и экстазов. Ну вот мы с вами входим в церковь, и я буду немного рассказывать вам о той службе, которая здесь идет, и о самой церкви, и продолжать рассказ о судьбе Падре Пио. Церковь Сан Пио, площадь которой составляет 6 тысяч квадратных метров, это вторая церковь по площади Италии после Миланского собора. Строилась она с 1994 по 2004 год и построена целиком на деньги паломников. Мы видим с вами тканное полотно, огромной площади на темы апокалипсиса, а церковь сама рассчитана на 7 тысяч молящихся. Сегодня месса в Италии проводится в соответствии с правилами Novus Ordo, то есть обычная форма, или месса Павла VI. Эта форма была обнародована в 1969 году, а затем дополнительно пересмотрена еще и папой римским Иоанном Павлом II в 2002 году. До 1969 года месса носила название Тридентийской, и эта форма существовала с 1570 года. В инженерном отношении церковь представляет собой сложнейшее сооружение. Вы видите, что конструкции поддерживаются 22 арками. Церковь предусматривает безупречную систему снабжения воздухом, кондиционирования, и движение молящихся организовано таким образом, чтобы потоки не встречались и не мешали друг другу. На мессу принято приходить заранее. В самой церкви разговаривать нельзя. При входе стоит купель со святой водой, католики опускают туда ладони, перекрещиваются, затем преклоняют правое колено в направлении алтаря. В отличие от православных женщин, католички не покрывают голову никакими головными уборами и покрывалами, хотя в старой традиции это было принято. Носили платки, носили специальные покрывала. И в больших городах Италии очень часто можно видеть женщин, которые присутствуют на каких-то религиозных требах. Они обязательно в шляпах, обязательно в головных уборах. Католическая месса включает в себя чтение абзацев из Библии, получение святого причастия, пение церковных гимнов, проповедь. Окончание мессы в священниках заключает словами, призывающими к примирениям, после чего все рядом стоящие должны пожать друг другу руки. Мы с вами видим, что молящие выстроились в очередь. Это кульминационный момент мессы. Они готовы к святому причастию, когда священнослужители дают им белые обладки. Это часть Христового тела. А священник, который ведет мессу, подносит к своим губам чашу с вином, это кровь Христа. На этом месса заканчивается. А я продолжаю историю Франческо. В 10 лет после трех лет школы Франческо услышал проповедь монаха Капуцина и решил стать монахом. Тогда его родители отправились пешком в соседний монашеский орден, который находился в 20 километрах от Петерльчины, с целью выяснить, может ли мальчик стать монахом. В общении им сказали, что готовы взять мальчика, но он должен прежде продолжить образование. Тогда отец Франческо отправился в США в поисках работы, чтобы иметь деньги для продолжения образования сына. Мы сейчас с вами направляемся в Нижнюю церковь для того, чтобы увидеть красивые мозаики религиозного содержания, связанного с жизнью Падре Пио, и увидеть то место, где теперь хранится тело святого. Авторство мозаик принадлежит славянскому художнику и теологу Марко Рупнику. Давайте почитаем отдельные мозаики. Здесь мы видим, конечно, рождение Иисуса Христа, знаменитая библейская сцена. Это, конечно, распятие Иисуса. На стене напротив мы видим сцену, которая посвящена житию Франциска Осийского, поскольку Падре Пио был францисканцем. И здесь мы видим момент крещения Франциска Осийского. На руках и ногах святого Франциска мы видим стигматы, такие же стигматы, как были у Иисуса Христа. На этой мозаике мы видим уже Падре Пио, который прижимает к своей душе, к своему сердцу образ Иисуса Христа. Тем самым он выказывает любовь к Христу, любовь к Богу. Здесь мы видим родителей Падре Пио, которые подносят к нему чашу со снадобьем, потому что Падре, как я уже говорила, был очень болезненным человеком. На этой мозаике мы видим святого Франциска, который поддерживает крест, на котором Иисус Христос. И мы видим, что он поддерживает церковь, потому что Франциск сыграл колоссальную роль в поддержке, в сплачивании католической церкви. На этой мозаике мы видим святого Франциска, который остановился у порога церкви святого Михаила Архангела на полуострове Горгана. И мы с вами в этой церкви обязательно побываем, я вам её покажу. Здесь святой Франциск молится. Он молится до самозабвения, устал и уже уснул. Подрепел в своей келье, он в молитве. Здесь мы видим святого Франциска, обуреваемого дьяволом, который выходит из-под его подушки. Тем не менее святой Франциск борется, читает молитву. Интереснейшая мозаика, которая демонстрирует способность к билокации Падре Пио. В 1956 году, будучи в Сан-Джованни-Ротондо, он оказался ещё в одном месте в камере кардинала Йозефа Минценти, арестованного венгерскими коммунистами и передал ему святые дары. Вечерняя трапеза с монахами-капуцинами, равные среди равных. А здесь Падре Пио отвечает на письма людей, которые ему писали. Он получал огромное количество писем, все письма читал и на все письма отвечал. Ну а я продолжу историю Падре Пио. В 1903 году, в возрасте 15 лет, он стал пастушником монахов-капуцинов. Позднее Фра Пио отправился в Осизи, в землю святого Франциска. В 17 лет болезни его обострились, и из еды он мог употреблять только молоко и сыр. Во время болезненных приступов с ним стали происходить странные явления. Братья-монахи утверждали, что наблюдали его в состоянии экстаза и припринимавшемся над землёй. В 1905 году здоровье Пио ухудшилось настолько, что его отправляют в горный монастырь, однако это не помогло ему. В 1910 году архиепископ Скинози рукоположил Пио в сан священника, однако в силу плохого здоровья ему было разрешено оставаться с семьёй и с родителями. Но в 1916 году Пио было приказано вернуться к службе, что он и сделал, и он приезжает сюда, в монастырь Капуцина, в Богоматери Благодати, в Сан-Живане Ротондо. Здесь он провёл всю свою оставшуюся жизнь вплоть до смерти в 1968 году. Мы с вами находимся в крипте, где упокоено тело святого Падре Пио. Вы видите огромное количество мозаики, которое покрыто золотом. Это настоящее высокопробное 24-каратное золото, и приобретено оно на деньги почитателей Падре Пио, верующих, паломников, которые приходили сюда и преклонялись перед этим святым человеком. Но я продолжу историю Падре Пио. Еженедельную исповедь Падре Пио сравнивал с уборкой в жилище и рекомендовал дважды в день, утром и вечером, медитировать и заниматься самоанализом. Его девизом стала фраза «Молись, надейся и не беспокойся». Падре Пио обрёл со временем невероятную популярность. Сюда, в Сан-Живане-Ротондо, приезжало огромное число людей для встречи со священником, для исповеди, для помощи. После того, как мать Падре Пио умерла, он перевёз и поселил у себя отца, жившего рядом с монастырём, а затем сюда переехал и брат. Вы видите, как паломники останавливаются возле стеклянной раки с телом Падре Пио, перекрещиваются и отдают ему дань уважения. После начала Первой мировой войны монахи-капуцины были призваны в армию, и Падре Пио стал старшим в общении. В 1915 году и он был призван в армию, но уволен в 1918 из-за негодности к службе по состоянию здоровья. После войны ещё больше людей стали приезжать в монастырь, в Сан-Живани-Ротондо. Падре Пио демонстрировал дары исцеления больных, парения над землёй, пророчества, умение читать сердца и билокацию. То помещение, где мы находимся сейчас, – это капелла Эвхаристики. Ну а теперь о крайне спорной странице в жизни Падре Пио. В 1920 году он благословил флаг местных ветеранов Первой мировой, которые развивали свои связи с местными фашистами, а затем стал и духовником Джузеппе Карадонны фашистского политика. Но, вероятнее всего, фашисты использовали Падре Пио в своих целях и даже создали гвардию для защиты его от гонений церковными властями. Кроме того, биограф Пио, промышленник Эммануэль Брунато, исповедовавший фашизм, пожертвовал свою компанию по производству локомотивов Падре Пио, что привело к росту продажи акций компаний. То есть, скорее всего, его популярное имя просто использовали в своих финансовых интересах. Хотя Падре Пио позитивно отзывался о Муссолини. Имея особый дар к исцелению, в 1925 году Падре Пио превратил старое здание монастыря, где он служил в медицинскую клинику, где проходили лечения бедные люди. Строительство более крупной клиники началось уже в 1947 году на средства от пожертвований верующих. И в 1956 году огромная клиника «Дом Слеева Делосоференса» была открыта. Для руководства больницей Папа Пи XII в 1957 году освободил Падре Пио от обета бедности. А мы с вами вновь выходим к тому месту, где стоит старая церковь Санта-Мария де ла Грация, где священник начинал свою службу. Церковь эта была основана еще в 1540 году, а вот рядом с ней стоит новое здание этой же церкви постройки 1959 года. Пока вы рассматриваете интерьеры старой церкви, я буду продолжать рассказывать о Падре Пио. Нужно сказать, что официальный Ватикан был озабочен чрезмерной популярностью Падре Пио, и гонения на него начались еще в 20-х годах. Его отлучили от общения с верующими, и даже решено было перевести его в монастырь на север Италии, после чего жители Сан-Жованни Ротондо пригрозили Ватикану бунтом. С 1924 по 1931 годы святой престол отрицал божественную природу способности Падре Пио. Сейчас вы видите конфессионал, кабинков, о которой исповедовались Падре Пио, прихожане. Так вот, наибольший интерес Ватикана вызывали раны Падре Пио, которые появились на теле и руках священника еще в молодости, и были признаны стигматами, подобными стигматам, на теле Иисуса Христа после распятия. Пио очень страдал от них, рано кровоточили, и он носил специальные повязки на руках. Сейчас вы видите оригинальную рясу Падре Пио, одеяние монаха Капуцина, монаха Францисканца, темно-коричневого цвета, подвязанное белой веревкой. Мы с вами входим в новую церковь 1959 года постройки, а я продолжаю. Так вот, Ватикан санкционировал ряд обследований Падре Пио медиками, которые должны были сделать заключение о природе ран. Обследования эти проводились с 1919 по 1925 годы, а доктор Агустино Джаммелли, помимо этого, проводил еще и психиатрическую экспертизу. Выводы медиков были разнонаправленными и не привели к единому заключению, а Джаммелли, у которого с Падре Пио вышел конфликт, объявил священников подлоги и слабоумие. Однако все медики отметили то, что стигматы издавали цветочный аромат. В 1921 году епископ Вольтеры по поручению Ватикана провел каноническое расследование и сделал в целом благоприятное для судьбы Падре Пио заключение, в котором говорилось, что стигматы, по мнению епископа, не являются следствием мошенничества. Мы с вами спускаемся в старую крипту, где ранее находилась рака с телом Падре Пио до того, как она была перенесена в золотую крипту, где мы с вами были в апреле 2010 года. Мы с вами попадаем в музей, посвященный Падре Пио, видим фотографии его родителей, отца и матери и внешний вид дома, где родился Франческо Фарджоне. А это фотография крестильной купели, в которой мальчика при рождении крестили. Это интерьер дома, где вырос Франческо Фарджоне. Посмотрите, какая бедность. Вы видите келью, в которой здесь от Джованни Рато дожил Падре Пио. В 1947 году Падре Пио посетил польский священник Карль Войтыло. И тогда Падре Пио сказал ему, что он взойдет на самый высокий пост в церкви. В 1978 году Карль Войтыло возглавил римско-католическую церковь, став папой римским Иоанном Павлом II. Падре Пио – один из самых почитаемых священников мира. Более трех тысяч молитвенных групп Падре Пио численностью более трех миллионов человек в этом мире. По результатам опроса журнала «Фамилия Кристиана» итальянцы молятся о заступничестве Падре Пио более чем кому-либо. Расследование о канонизации святого длилось с 1982 по 2002 год – 20 лет. 16 июня 2002 года Иоанн Павел II, папа римский, объявил Падре Пио святым. 16 июня этого года исполняется 20 лет с момента этого события.